Забавная наука Как напугать кого-то яблоком? Но сначала отправимся на велосипедный трек, где нас ждут велосипедисты. Трек готов к гонке, и ничто не может испортить веселье. Точно! Вот он, велосипедный трек, на котором соревнуются. Соревнуются лучшие велосипедисты. Это мы, Женебьев и Пресцила. Дизайнеры трека тоже мы. Мы провели неделю, создавая эти горки. Мы превратили плоское поле в опасную гору. Мы очень гордимся нашей работой. Теперь мы готовы соревноваться. Пусть победит сильнейший. Что это было? Похоже, на грозу. А можно соревноваться в такую погоду? Вряд ли. Да, отличная погода для гонок. О, нет. Пресцилу уносят в сторону. А, какое падение. Что это случилось с нашим треком? Раньше эта горка была безопасной. А где она теперь? Минутку. По всей трассе появились маленькие бороздки. Мне кажется, я знаю, кто их сделал. Похоже, нас ждет работа. Если вы думаете, что лучший способ разозлить родителей, это надувать пузыри в стакане, Даниэла! то вот что окончательно сведет их с ума. Возьмите пластиковую трубочку. Один конец сплющите пальцами. Чем сильнее, тем лучше. Затем отрежьте плоский конец так, чтобы он был острым. Снова сплющите этот конец. Используйте свой рот, чтобы сдавить его как можно сильнее. Теперь откройте сплющенный конец, глубоко вдохните и подуйте. Если вы такие же маленькие, как я, это будет непросто, потому что у вас небольшие легкие. Но постарайтесь. Если ничего не получилось, тогда попробуйте еще раз. Когда вы будете дуть через острый конец, два конца трубочки будут очень быстро вибрировать и создавать звук, похожий на кряканье. Звук зависит от того, как вы отрежете трубочку. Попробуйте, и у вас получится. Если все пойдет по плану, вы сможете издавать очень смешные звуки. Это точно сведет с ума ваших родителей. Даниэла! Вы наверняка не считаете картонки от туалетной бумаги крепкими. Смотрите, их легко смять и разорвать. Вы думаете, что они не выдержат ваш вес? Что ж, я вам покажу. Смотрите. Осторожно. Ура! Я же говорил вам! Картонка от туалетной бумаги – это цилиндр. Цилиндр выдерживает любой вес, который вы на него положите. Поэтому в строительстве часто используются цилиндры. Удивительно, как простые формы могут удерживать вещи на месте. Жаль, что не могу сказать то же самое о нашем велосипедном треке на опасной горе. До большой грозы это были склоны опасной горы. Теперь они исчезли. Так что же случилось? Нам нужно это узнать до того, как мы все восстановим. Мне кажется, во всем виноват дождь. Для начала нам надо было понять, почему смыло наш склон. Мы проверим, как спуски переживает дождь. Я возьму противень, насыплю землю и протестирую ее. Один склон сделаем более крутым. А теперь дождь. На каждом противне одинаковое количество земли. Один, два, три. Один, два, три. Впечатляет. Как я и ожидала. Более крутой склон потерял больше земли. Вода двигалась быстрее и унесла больше грунта. Это называется эрозия. Хорошо. Теперь мы знаем, чем круче горка, тем больше эрозия. Но как нам не позволить дождю уничтожить нашу горку снова? У меня появилась гениальная идея. Мы возьмем листья и палки. С одной стороны на земляной холм мы положим листья и палки. Теперь нальем воды и посмотрим, что будет. Как я и ожидала. Эти ветки и листья защищают землю от эрозии. А сторона без них быстро смывается. Дизайнеры лучшего велосипедного трека снова взялись за дело. Перестроив опасную гору, мы защитим землю. Круто иметь на заднем дворе настоящее снежное поле. Можно отправиться в экспедицию. Посмотрите на это. Кто-то сделал иглу. Интересно, ее построил наш рыбак? Давайте заглянем туда. Стены округлые, как купола. А это значит, что снег не обвалится. Верите или нет, но тут может быть очень тепло. Это потому, что лед и снег хорошие изоляторы. Они задерживают тепло внутри. Чего-то тут слишком жарко. Пойдем исследуем что-нибудь еще. Хорошо, мы видели силу картонок от туалетной бумаги. А что с яйцами? Да, яйца тоже крепкие. Посмотрите. Нет, не так. Может, работа не очень чистая, но вам нужно разрезать каждое яйцо пополам. Кусочек клейкой ленты в середине упростит работу. Смогу ли я встать на них, не раздавив? Ой, треснут ли они? Яйца выдерживают мой вес. Как и цилиндры, куполовидные формы тоже крепкие, потому что вес распределяется по всей поверхности. Ни одна из частей самостоятельно не держит вес на ней, поэтому скорлупки от яиц не трескаются. Софи такая смелая, стоит на этих яйцах. Да, наша Софи очень милая. Но обрадуется ли она тому, что подготовил для нее Том? Все знают, что яблоки – здоровая и полезная еда. Я сделаю плохое яблоко, которое распугает все другие фрукты. Сделать это легко. Просто очистите яблоко. Затем вырежьте на одной стороне страшное лицо. Сделано. А теперь сушим его. Нам нужна банка с водой и много соли. Размешайте соль, пока она не растворится. И пусть яблоко плавает там денек. Это работает, потому что соль сушит яблоко. Она высасывает из него всю жидкость. А если оставить яблоко на несколько дней на солнце, оно высохнет еще больше. А теперь самая страшная часть. Давай, сможешь ли ты съесть его? Любой может раскрутить монетку, но как раскрутить ее, не касаясь ее руками? Положите монетку в шарик и завяжите его конец. Потом держите шарик руками с каждой стороны. Двигайте шарик круговыми движениями, держа его перед собой. Когда вы раскрутите монетку, вы можете перестать крутить шарик. Монетка продолжит крутиться сама. Это первый закон движения Ньютона. Тот же эффект используется спутниками на орбите. Монетка будет крутиться, пока не закончится энергия, и она не упадет. А как мне вытащить мою монетку? Конечно, при помощи иголки. Мне всегда было интересно, как спутники держатся на орбите и не падают на Землю. Да, а мне интересно, что делают Присцилла и Женевьев на велосипедном треке? Начинается наша борьба за спасение опасной горы. Какие части нужно защитить от эрозии? Точно, вот эти крутые сегменты. Тут нет никаких растений. Эта часть трека будет защищена от эрозии. Для начала соберем листьев и веточек. Посадим сюда несколько растений. Мы не только лучшие дизайнеры велосипедных треков, но и самые известные ландшафтные дизайнеры. Опасная гора никогда не выглядела лучше. Теперь мы готовы для гонок. Не может быть! Неужели? Неужели еще одна гроза? Но на этот раз я уверена, что с треком ничего не случится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Увидимся в следующий раз. На шоу «Забавная наука». Режиссеры Гай Мэнсфилд и Эми Бинкхен. Озвучено по заказу ВГТРК в 2008 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова